SCP-1551. Передающий дом класс объекта Евклид. Особый слой содержания. В город засекречено Аргентина. Интегрированы два агента под гражданским прикрытием. Поселенные в приобретенном доме. 12 по улице засекречено в целях постоянного наблюдения за SCP-1551. Любой гражданский, приближающийся на 30 метров к SCP-1551, должен быть допрошен, и если не установлено, что это экземпляр SCP-1551-X, обработан амнезиаком и отпущен, вновь обнаруженные SCP-1551-X должны быть интервьюрованы для подтверждения того, что они стали жертвой событий, связанных с SCP-1551, после чего допущены к объекту. В это время меры предосторожности в отношении обитателя SCP-1551, покидающего зону содержания, не требуются. Описание. SCP-1551 представляет собой дом, расположенный в засекречено Аргентина. SCP-1551 связан с повторяющимися последовательностями событий, создающих обстоятельства, которые вынуждают жертву. В конечном итоге будут поселиться в SCP-1551. Жертвы обозначены индивидуальными номерами по порядку. Первый известный пострадавший от SCP-1551 человек изображен как SCP-1551-01, второй как-0-2 и так далее. После смерти предыдущего обитателя, SCP-1551, последовательность связанных с SCP-1551 событий повторяется. По сообщениям, начиная с 1900 засекреченного года, события повторялись 23 раза, и нынешний обитатель обозначен как SCP-1551-23. Почти все итерации начались со самоубийства предыдущего человека. Единственным исключением являются несчастные случаи отпадения с крыши SCP-1551 во время ремонта. На фотографии SCP-1551 перед постановкой на содержание. Зачеркнутый текст. Точный механизм этих событий в настоящее время неизвестен. Обсуждается несколько теорий. Подробнее смотрите в документе 1551-01Т. Конец зачеркнутого текста. Разработана предварительная теория событий, связанных с SCP-1551. Подробнее смотрите приложение 1551-Т. SCP-1551 выглядит как дом в крайне ветком состоянии. Зачеркнутый текст. Само здание не обладает аномальными свойствами, кроме связанных с событием. Конец зачеркнутого текста. Исследования продолжаются. Подробнее смотрите протокол интервью журнала 1551-23-02. SCP-1551 включает кухню, гостиную, три спальни и две ванные комнаты. Водопровод, отопление или электроснабжение не функционирует. Дом обставлен только основной мебелью. SCP-1551-23 проживает в основном на кухне. Этот субъект является мужчиной, родом из евреев Аш-Кем-Нази. 43 лет от роду. Жертва тратит все свое время на попытки восстановить SCP-1551. Для одного человека эта задача невыполнима. При делу SCP-1551 он покидает, как правило, для работы в огороде, на заднем дворе. Единственном участке объекта, не находящемся в ветхом состоянии. SCP-1551-23 полностью согласен сотрудничать с персоналом фонда. И обитает на территории объекта в течение уже засекреченных лет. Наиболее долгий срок из всех людей, которые жили в SCP-1551, после его постановки на содержание фонда. Средний срок составляет 3 месяца. Приложение SCP-1551-T. Путем ряда интервью с обитателями SCP-1551 и совместными усилиями докторов засекреченно-засекреченно и засекреченно была разработана ориентировочная теория относительно последовательности событий, связанных с SCP-1551. Теоретически, эта последовательность создает значительные изменения в обстоятельствах и темперамента каждой жертвы. Теория утверждает, что цель событий – поставить человека в положение, когда ему не остается других вариантов, кроме как поселиться в SCP-1551 и пытаться восстановить его без посторонней помощи. Последовательность состоит из двух фаз. Первоначально событие помещает жертву в относительно благополучную ситуацию. Впоследствии это благополучие быстро исчезает. Ниже приведен общий процесс событий, связанных с SCP-1551. Первая фаза. События, как правило, включают в себя переселение жертвы в засекреченно, чтобы при помощи предложения работы. В этот момент, если жертва была близка к своей семье, между ними возникают разногласия, которые приводят к разрыву отношений. Субъект в конечном итоге встречает жителя засекреченно и вступает в брак. Если пара способна к деторождению, до начала второй фазы у них появляется ребенок. Вторая фаза. Представим, при последовательности начинается с того, что супруг жертвы покидает ее, обычно забирая большую часть их богатства. Незадолго до или вскоре после этого жертва теряет работу и оказывается не в состоянии поддерживать свой нынешний уровень жизни. В этот момент жертва узнает об ICP-1551, который можно купить задешево и, после ремонта, перепродать по чрезвычайно высокой цене. Жертва покупает объект под угрозой остаться без крова. Оставшиеся сбережения при наличии уходят на наем строительных бригад, которые неизменно не справляются со своей задачей по разнообразным причинам, таким как мошенничество, странные аварии или неожиданное банкротство строительной компании. После того, как оставшиеся средства будут исчерпаны, жертва пытается ремонтировать ICP-1551 самостоятельно. После смерти жертвы последовательность завершается и начинается следующая итерация. Протокол интервью 1551-23-01. Перевод с испанского. Интервью имеет своей целью подтвердить, что ICP-1551-23 стал жертвой событий, связанных с ICP-1551, опрашиваемый ICP-1551-23, опрашивающий доктор Дж. Секречина. Начало протокола. Доктор, пожалуйста, укажите ваше имя для записи. ICP. Я... Секречина. Взволнована. Чего вам от меня нужно? У меня и без того проблем по горло. Доктор, успокойтесь. Ответьте нам наши вопросы, и мы вас отпустим. ICP. Хорошо. Доктор, расскажите, как вы попали в Секречина? Это довольно далеко от места, откуда вы родом, верно? Вы говорите с акцентом. ICP. Да, я из Секречина. Искал работу много за границей. Получил это приложение работы. Я уже немного знал этот язык, и мне сказали, что собеседование не потребуется. Ну, я и нанялся. Работал руками. Это было непросто, но платили хорошо. Доктор, зачем вам понадобилось приобретать такой дом? Можно ведь было поселиться и поближе к городу. ICP. Я уже говорил. Было зачем. Я потерял работу. Компания не так давно обанкротилась. Я пробовал начать с гостиной. Бизнес, но не удалось. По другим причинам. Доктор, поясните. ICP. Возволнована. Вам всю свою жизнь до мелочей пересказать? Доктор, просто ответьте на вопрос, и мы вас отпустим. Все конфиденциально. ICP. Я встретил красивую девушку. Пока работал, ее звали. Засекречена. Мы встретились и поженились. Когда время было хорошее. Родили ребенка. Прекрасный мальчик. Мы назвали его Мэтью. А потом однажды засекречена проснулась. А наш маленький Мэтью начинает плакать. Его не было. ICP. Возволнованно. Кричит. Если под похитили. Вы имеете ввиду, бог забрал. То да. Туповатый вы ублюдок. Мой Мэтью был мертв. И засекречена. Обвинил меня. Меня. Я бы никогда не причинил ему вреда. Она бросила меня. И забрала половину моих сбережений. Сбежала с каким-то богатым мудаком. У меня уже не хватает денег, чтобы снова снять рабочих для этого дома. Теперь ставьте меня в покое. Доктор. Спасибо. Это все. Конец протокола. Протокол интервью. 1551-23-02. Перевод с испанского. Интервью предпринято через год после первого интервью с целью узнать о пережитых SCP-1551-23 событиях во время его жизни в SCP-1551. Опрашиваемый SCP-1551-23. Опрашивающий доктор Джиз Зекречина. Начало протокола. Доктор. Итак, расскажите мне о вашем доме. SCP. Он старый. Лет, наверное, 100, если не больше. Я не проверял хам, а ваши головорезы мне еду подбрасывают, что ли. Особенно тип, который там вокруг шныряет с доброй улыбкой. Спасибо, я ценю это. Доктор, подробнее. SCP. Да не морочьте мне голову. Иногда я нахожу в щелях еду всякие непортящиеся консервы. Иногда я могу их разогреть. Иногда просто открываю и ем холодными. Сначала я думал, что это после предыдущего жильца осталось. А потом я стал находить еду там и сям. Ремонтировал старые потолки. Нашел консервированный суп за ним. Полез на этот заваленный чердак. Нашел еще один тайник с продуктами. Особо не наешься. Но хватает, чтобы ноги не протянуть. Я ценю это. Примечание. Агенты, назначенные на дежурство. В SCP-1551-23. Опровергли это заявление. Более подробное описание. Упомянутой сущности не совпадает с описанием кого-либо. Из-за данных агентов ведется исследование возможной аномальной активности. Доктор. А больше ничего необычного не встречали. Работаем над домом. SCP. Необычное? Ну, это довольно старый дом. Привидений там нет. Если бы вы об этом... Хотя это место меня будто поглотило. Каждый раз, когда я думаю уже бросить это место и привести себя в порядок. Внезапно происходит что-то, что вышибает из меня дух. Буквально на днях я нашел газету. А там о том ублюдке и его новом прибыльном контракте с государством. Доктор. О каком именно ублюдке? SCP. О том, с которым моя шлюха сбежала. Прихватив мои сбережения. О ком же еще? Во всяком случае, я в тот день ничего больше делать не мог. Просто сидел дома и смотрел на свои списки. Доктор, спасибо. Это все. Конец протокола. Заключение. В результате этого интервью были запущены 2000 засекреченных годом исследования потенциальных дополнительных аномальных свойств ICB-1551. Информацию об этих исследованиях смотрите в документе 1551-1. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.